приветствую вас на канале нотик сегодня мы рассмотрим ноутбук который меня удивил очень удивил причем приятно удивил это леновая диапад 5-15 не буду затягивать давайте начнем крышка ноутбука сделана из алюминиевого сплава это единственный элемент корпуса который сделан из алюминия весь остальной корпус у нас пластиковый с того решение очень необычное и непривычное она называется в оригинале лайтил у нас трансформировался бирюзовый а мне кажется это больше похоже на цвет циан такой синий зеленый мне очень понравился того решение кстати говоря несмотря на то что он такой вроде как светленький они все-таки остаются следы от рук и разводы протирать придется часто рабочие панельки уже сказал нас пластикой в таком же цветовом решении она выполнена на ней кстати говоря не сильно остаются пятки пальцев а вот на touchpad остаются сильнее но это не столь важно все это легко протирается легко убирается кнопка включения выведена отдельно клавиатура у нас классическая для линейка diapod причем с верхнего сегмента мне кажется клавиатура один в один такая же как у иного diapod с 540 15 лишь там клавиши были черные здесь серы такой средний низкий ход ход для меня низковат но для набора текста на больше подходит и да вы наверное уже видите здесь есть светодиодная подсветка белого цвета двухуровневая причем светится она постоянно что всегда приятно touchpad небольшой пользуется им принципе удобно но вот мне полезного пространства не хватало я этот ноутбук использовал в сочетании с мышкой диагональ дисплея составляет 15 и 6 дюймов разрешение full hd покрытие антибликовое и этой пьес матрица от компании инна люкс на удивление здесь целых 300 нит яркости но проблема связь в том что очень странно сделан шаг по яркости то есть на 90 он уже мне был темноват на сто процентов он для меня слишком яркий поэтому приходил использовать на 90 не знаю почему так сделано но вот такая ситуация что касается того охвата это 45 процентов нтс и около 55 процентов srgb да кстати бывают эти же ноутбуки с матрицей которые 250 нит яркость имеют и бывают тоже 300 нит яркостью но с самым охватом 72 процентов нтс и так что вы были в курсе над дисплеем у нас есть камера я сделал тесты и и встроенных микрофонов тест камеры и встроенных микрофонов картинка немного странная она делает меня бледнее чем есть на самом деле у меня вообще здоровый цвет кожи они как здесь но в целом неплохо что касается непосредственно именно детализации а микрофоны само собой смотрите сами да кстати еще есть у этой камеры небольшая физическая шторка который может вот так вот легко закрывать а теперь давайте поговорим на звуковой подсистемы здесь звука dolby аудио и звук на самом деле неплохой но не впечатляющий я бы на 3 с плюсом его поставил какую-то музыку послушать можно но без фанатизма а если вы смотрите потоковые видео кино или еще что то то для этого будет в самый раз а теперь порты и коммуникации слева у нас есть внизу зарядки юсби си hdmi комбинированный аудиовыход а справа 2 юсби 3.0 и картридер хорошо что здесь есть картридер причем нормального размера забавная ситуация относительно порта зарядки и избиси да у нее есть стандартная круглая зарядка но в комплекте идет оптор питания юсби си причем 90 ваттный забавное решение само по себе и в принципе юсби си имеет полный функционал то есть помимо power delivery здесь еще есть дисплей порт ну и передача данных само собой толщина ноутбука составляет 1 сантиметр и 8 миллиметров а весит он 1 килограмм и 780 граммов принципе довольно компактный и довольно легкий для 15 6 дюймового ноутбука и так у нас установлен процессор intel айс конкретно intel core i5 маркировка 1035 g1 4 ядра 8 потоков базовая частота 1 гигагерц и максимально что на все четыре ядра 3 3 гигагерца также нас есть 8 гигабайт оперативной памяти к сожалению cpu z никак не ее не отображает просто уже есть 8 гигабайт но судя по тому как она распаяна материнке она установлена в канальном режиме и ее частота заявлено 3200 мегагерц еще установлен ssd накопитель на 256 гигабайт вот тестовой скорости и есть еще место для 2 с половиной дюймового накопителя что на самом деле приятно особенно учитывая габариты этого аппарата windows здесь у нас уже установлена не ходит скрета видеокарты здесь нет и давайте посмотрим уже на бенчмарке этот ноутбук какой-то низковольтный монстр он лопатит просто как не в себя и я сразу же ладно хорошо в бенчмарках много баллов окей давайте посмотрим на стресс-тест для начала корона 1.3 без андерволтника максимальная частота 3 3 гигагерца и он в среднем когда проходил этот бенчмарк держал на такую частоту далее мы смотрим аиды 64 в аиде 64 у него колеблется частота между 3 и 3 1 гигагерца что очень много я такой частотой у этого процессора не сталкивался никогда я был абсолютно уверен что эти чипы в интелли не удалить потому что они все работали ну такое себе а тут просто великолепно ну да при этом он довольно сильно греется то есть около 88 градусов у вас будет но это я все тестировал на встроенном пресете максимальная производительность у линалого есть через fmq настройка пресетов максимальная производительность режим экономии энергии и сбалансированные работу вот я стоял максимальной производительности есть например тестировать на сбалансированный то будет примерно на 15 или 20 градусов меньше и частота будет примерно супе с 2 7 гигагерца также много я еще решил давайте и посмотрим если фурмарк запустить, что там будет с графикой, как это все будет выглядеть. Окей, я запустил AIDA64, вот он фурмарк, это ноутбук без дискретной видеокарты, и при этом у него средняя частота составила 2,2 ГГц. К сожалению, никак, нигде не отображается, с какой частотой работает встроенная графика. То есть этого не отображает ни фурмарк, этого даже FPS-монитор не отображает, но об этом чуть позже, он даже вообще не видит никакого GPU в этом ноутбуке. Если мы сделаем underwall, то в AIDA64 мы получаем те же самые 3,3 ГГц, кстати, да, в короне 1,3 там тоже 3,3 ГГц, максимальная частота держится. Если задействуем фурмарк, то падает частота 2,5 ГГц, что все равно много. И я много уже сказал о производительности ноутбука и о графике, так давайте посмотрим на игры. Я сейчас прохожу Ведьмак 2, и я поставил Full HD на низких настройках, и у меня получилось где-то в районе от 18-25 кадров. Ну, в принципе, не особо играбельно, но... Окей, я опустил разрешение дисплея до 720p, и у меня уже получилось играбельное там 40-45 кадров, и это даже в боях и на улице. Более чем отличный показатель. И да, это получается консольный уровень графики, но поиграть можно, пройти Ведьмака можно, и получить удовольствие также можно. Жалко, я не вижу, какую частоту держит видеоядро, потому что здесь нет такого, как у большинства других ноутбуков, когда происходят рано или поздно резкие просадки, например, там до 200, до 400 МГц, и это выражается в фризах и в каких-то еще моментах. Здесь такого не было вообще, то есть абсолютно плавный геймплей, я играл в Ведьмака порядка двух часов, у меня никаких проблем в принципе не возникло. И обратите внимание, частоту процессора он держит максимально. Такая же ситуация в Counter-Strike Global Offensive, единственное, что на низких и Full HD у вас получится где-то на уровне 30 кадров, которые не сильно будут скакать туда-сюда, поэтому лучше опускать разрешение, получится в районе 45 кадров. Если вы считаете, что это играбельно для Counter-Strike, то без проблем сможете поиграть. Мне кажется, что этого маловато. И последняя игра, которую я здесь тестировал, точнее предпоследняя игра, это Fortnite. С Fortnite довольно требовательной, настроенной графики на нее нормально поиграть не получится, но где-то 28-30 кадров вы из него сможете выжать, но только если вас не будут преследовать такие же графические артефакты, как и у меня. Все это небо, вся эта вода, которая постоянно светится, то исчезает, то пропадает. В принципе, даже визуально не очень играбельно, но, к сожалению, 30 кадров это все, что можно выжать. И последняя игра, которую я здесь тестировал, недавно Apex Store раздавал GTA 5, поэтому я подумал, почему бы и не попробовать GTA 5 на этом ноутбуке. Я запустил старый добрый тест производительности системы из GTA 5. Низкие настройки, все на низких, и Full HD разрешение. И вы удивитесь, но это оказалось вполне играбельно. То есть 25-30 кадров для GTA 5, в принципе, да, пройти можно. Можно понизить немножко разрешение 1600 на 900, и будет чуть большее количество кадров. Но да, можно поиграть в GTA 5 на встроенной графике в процессор Intel Core Ice Lake. А что там с автономностью? Тест на автономность проходил в обычном режиме. Яркость дисплея 90%, я уже говорил, почему. Режим энергопитания в Windows улучшенная батарея, и через FNQ я поставил тоже там режим Lenovo, который на автономность влияет. Full HD видео на YouTube, и спустя 3 часа у меня осталось 48%. То есть где-то на 6 часов его хватит. На самом деле я ожидал, что он проработает часов 8, но 6 тоже неплохой результат, особенно учитывая его производительность. Сразу скажу, что на момент записи этого видео такой ноутбук стоит около 56-57 тысяч рублей. Можно нехило так сэкономить, купив его без операционной системы, имейте в виду. Итак, что же мы здесь имеем с Lenovo IdeaPad 5-15? Что ему удалось? У него хороший яркий дисплей, у него есть подсветка клавиатуры с двумя уровнями, которые не тухнут. У него феноменальная для низковольтника производительность. Я, честно, был очень и очень приятно поражен всеми этими делами. Неплохо настроена встроенная графика, которая позволяет даже некоторые игры довольно современные запускать и с приемлемым количеством FPS. В принципе, зарядку Type-C можно еще выделить и сам порт Type-C, то, что он имеет полную функциональность, тоже запишу в плюс. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы он был, наверное, полностью алюминиевый или использовал более премиальные материалы, как тот же Swift 3, ссылка на обзор в описании. Но я думаю, что это сильно бы подняло ценник, а он именно хорошего-то своей ценовой категории. Такая рабочая лошадка, которая отлично подойдет как для потребления мультимедиа-контента, так и для довольно серьезной работы. Покупать или нет, само собой вы решаете сами, но мне лично этот ноутбук очень и очень понравился. Большое спасибо за просмотр и до свидания.